Друзья, всем привет! С вами Станислав Орехов. Сегодняшнее видео будет очень полезно для поставщиков, потому что я хочу рассказать и показать, как должна выглядеть настоящее описание компании. Я подготовил карточку компании и сейчас вот на живом примере, в живом, настоящем разборе покажу, как составить качественное, правильное описание, которое будет интересно, на самом деле интересно дизайнеру. Смотрите внимательно, я думаю, это видео будет очень вам полезно и вы сможете с помощью этих советов построить свою карточку и сделать вашу компанию чуть-чуть ближе для дизайнеров и для клиентов. В этом примере я хочу показать, как сделана карточка компании. Я покажу сначала вот такую методичку, она у нас состоит из 24 страниц, где расписаны последовательно все те вещи, которые желательно указать у компании, то, что хочет знать дизайнер, то, что ему важно. Все это дело у нас написано в нашем курсе. Название, краткое описание, уникальность, портфолио, что делаете, принципы работы, принципы ценообразования, контакты для связи, услуги дополнительные, собственные разработки, если они есть, офис, процессы работы, тонкости, скидки и все, что может волновать дизайнера для того, чтобы начать работать с вами. И у многих, несмотря на эти вопросы, это интервью достаточно простое, но у них все равно возникают сомнения и вопросы, как писать. Вот я хочу сейчас показать правильное и качественное описание компании, а вы, в свою очередь, посмотрите и увидите, как это надо делать. Если вы дизайнер, то подтвердите, что такое описание для вас полезно, чтобы вы хотели еще узнать, или что-то, может быть, из этого описания вам непонятно. Если вы поставщики и планируете сделать описание, то описание нужно делать именно таким. Это карточка компании или описание компании, в которой дизайнер или клиент узнает о том, чем же вы на самом деле занимаетесь. Давайте посмотрим и пройдем по пунктам. Я буду рассказывать, что здесь написано и почему здесь написано именно так. Видео будет не очень коротким, но, тем не менее, оно будет очень полезным, поэтому смотрите его до конца, если хотите продавать больше, если хотите наладить дружественные, доброжелательные отношения и перестать заниматься спам-обзвоном и работать только на доверии и по рекомендациям. Первое, что нужно сделать, это описать свою компанию для того, чтобы все это дело свершилось. Итак, краткое описание. Мы берем некую компанию по доставке мебели из Италии. Здесь у нас просто некая картинка. Дальше текст не содержит у меня никаких изображений, сделан для того, чтобы вы просто не путались. В целом, когда есть описание, вы сможете снабдить его своими картинками, своими изображениями и каждый пункт должен быть дополнительно проиллюстрирован. Это будет очень полезно. Краткое описание. Поставляем мебель, светильники, текстиль в современном и классическом стиле от 300 европейских производителей. Специализируемся на прямых поставках компаний, которые знаем лично. Здесь вот сразу же показывается, что есть некое ключевое преимущество. Здесь в первом описании нам нужно точно и ясно указать конкретно, чем вы занимаетесь и в чем вы отличаетесь от остальных. Помогаем дизайнерам укомплектовать проект по планировке и визуализации. Здесь мы говорим о том, как с нами работать сразу, что присылайте нам планировку и визуализацию, и мы дальше все сделаем сами. Предоставляем смету. Результатом нашей работы в первой КП будет не просто цена, но и смета на весь объект. Гарантируем цены ниже, чем по рынку. Вот еще одно спецпредложение говорит о том, что выгодно работать с компанией. Вот это то заявление, которое мы будем дальше доказывать. Первое в кратком описании. Запишите именно кратко. Кто вы, что вы, кому помогаете, для чего вы работаете, для кого работаете и в чем ваше ключевое преимущество. Вот здесь это ясно, четко и понятно. Но, опять же, это абстрактно, если оставить это только вот так. Это вы можете оставить в описании компании, где-нибудь в социальной сети или где очень мало места. Дальше в детальном описании все это нужно доказать. По сути, здесь то, чтобы вы рассказывали приличные встречи, приличные знакомства с дизайнером, с клиентом, но это именно оформлено текстом, потому что не с каждым дизайнером, не с каждым клиентом вы сможете встретиться лично. Многие просят отправить ему карточку компании, либо карточку поставщика, а у вас такой информации нет. Подготовьте ее заранее. Дальше идет объяснение, почему у нас низкие цены. Собственно, это заявление, которое мы сделали, и здесь у нас идет объяснение. Объяснение, когда вы делаете, всегда нужно его делать, исходя из выгод клиента. Ну, к примеру, работаем с 2002 года с ведущим итальянским производством, поэтому имеем возможность заказывать позиции со скидкой 15-25% от рыночной. Здесь мы говорим о том, что работаем давно, что у нас старые знакомства, и именно поэтому мы объясняем, почему у нас низкие цены. Это вызывает доверие. Хотя мы еще даже ничего не доказывали, мы просто об этом заявили. Это тоже хорошо. Второе. Политика компании работает с минимальной наценкой. Это тоже объясняет низкие цены. То есть мы объясняем здесь наше спецпредложение. Это очень важно. Поэтому наценка у нас небольшая. Третье. В собственности компании два офиса в Москве. Даны два конкретных офиса. Ну да, давайте не буду темнить. У нас компания называется Палацца Мобиля. Это ребята, с которыми мы работали, которые были у нас на дизайн-конференции. Поэтому, если есть желание, тоже можете к ним обращаться. Это, в принципе, карточка, которую они сделали. И на основе интервью, которое мы взяли, удалось сформировать такой текст. Удалось сформировать именно уникальность компании. Мы приобрели офисы в собственность, потому что планируем работать долго и дорожим репутацией. Здесь мы видим, что это не однонемная какая-то компания, а действительно серьезная. Отвечаем перед заказчиком имуществом. Работаем только по договору, гарантируем юридическую чистоту сделок. Здесь мы видим о том, что страх клиента такой, что я захожу мебель на многие тысячи долларов или десятки тысяч, а компания пропадет. Удовлетворяем этот страх тем, что у нас в собственности, и мы им, если что, отвечаем за свои слова и за сделки. Это очень круто. Конечно, это все надо проверять потом документально, но в целом это уже некое спокойствие. Дальше. Проверяем поставщиков на надежность. Что мы делаем? Основатели Палаццу тесно общаются с владельцами европейских фабрик в Италии. Партнеры всегда предупреждают нас о проблемах коллег. Здесь у нас звоночек. Ого, а что могут быть проблемы с коллегами? А откуда мы это узнали? Мы взяли интервью у компании Палаццо и нам рассказали, что действительно какие-то фабрики закрываются. Бывает, что устраивают распродажи перед банкротством. То есть наберут заказов и закрываются. Это очень сложно распознать, если вы не в теме и не знаете. То есть это скрывается. А компания Палаццо об этом знает и об этом говорит. И здесь уже у человека, который это читает, у клиента или у дизайнера тоже звоночек, что ничего себе, а как я определю. Вот здесь эксперты вроде как могут определить. И вообще нам они об этом рассказали, что такое бывает. Надо быть внимательны. Это уже польза. И здесь вот даже в описании компании мы приносим некую пользу, некую информацию для того, чтобы с ней можно в дальнейшем было работать и ее рассказать тоже клиенту. Почему выбрать именно эту компанию? Всегда первым узнаем о настоящих сейлах и получаем хорошие цены. Но это опять же по ценам тоже хорошо. Дальше портфолио с фотографиями. Здесь я его вырезал. Но в целом здесь должно быть несколько планировок со стоимостью мебели и с пониманием, сколько эта мебель стоила, сколько ехала. Что было заказано, какой был исходник и как в итоге получилось. Дальше сфотографированный объект. То есть здесь по сути кейс нужно разместить. Но для экономии места, для ускорения рассказа мы сейчас это вырезаем. Принципы здесь одинаковые. Дальше. Принцип ценообразования. Вот здесь то, что клинит очень многих поставщиков. А как я вот, если у меня неизвестно, что я буду поставлять, как я укажу цену. И вообще цена зависит от количества поставки, от времени года, от движения луны и от курса доллара, евро и всего остального. Хочу сказать самое важное. Нам не нужны, как дизайнерам, так и клиентам, нам не нужны точные цены, нам нужны ориентиры. И вот здесь ориентир и понимание, сколько стоит. Например, чем больше заказ, тем больше выгода. В сравнении со среднерыночной ценой выгода в зависимости от объема заказа. Просто и понятно. 30 тысяч евро. Такая-то скидка, 20 тысяч такая-то и 10 тысяч такая-то. Пожалуйста, заказывайте на любую сумму и будет такая-то скидка от среднерыночной. Но в целом ориентиры даны и это очень хорошо. Мы покупаем товар на прямую производителей Европы. Цены ниже аналогичных поставщиков на рынке. Теоретически дизайнер и клиент могут найти аналогичную мебель в интернет-магазинах дешевле примерно на 5%, но они рискуют купить подделку или лишиться гарантии. Вот это очень важная часть. Всегда, когда вы презентуете себя, говорите, где можно еще купить и где можно еще воспользовать услугу. Это показывает ваш статус, что не надо к нам обращаться, если не хотите. Вот мы настолько уверены в себе, что, пожалуйста, идите к конкурентам, идите делать дешевле. Да, вы купите дешевле на 5%, но будут риски. Риски какие? Подделка. Это серьезный риск, что вы купите дорогую мебель, она потом развалится. Или гарантии не будет, потому что это серые дилеры, допустим. Здесь об этом говорится и это очень тоже круто работает. Дальше. Сравните цены в итальянском магазине. Диван может стоить 5000 евро, а в Москве в салоне 7500. Мы привезем за 4500. Вот очень крутое тоже сравнение, потому что дает конкретный пример. Тоже здесь, конечно, несколько картинок должно быть. Вот один и тот же диван с фотками, ценниками в разных салонах. Это даст дополнительные доказательства. Дальше вот на этом этапе уже дизайнеру будет интересно. Вот в целом больше ничего не надо. У вас, видите, две страницы. Вот если это написать, напечатать и отправить, это уже даст очень большую фору перед всеми остальными игроками на рынке, потому что вы сможете уже выделиться. И здесь уже можно приводить контакты. Пожалуйста, контакты. Олеся, номер телефона, куда звонить, куда писать. Все здесь. Но дальше. Если у вас есть еще дополнительное, что сказать, а оно, я надеюсь, есть, потому что вот наши методички. Напоминаю, что 24 страницы убойной информации о том, как подготовиться с примерами, что хорошо и что плохо, для того, чтобы дизайнер читал и смотрел дальше. И здесь мы приводим дополнительные доказательства. Они тоже важны. По тем пунктам, которые я давал для описания компании. Итак, что здесь? Дополнительные услуги. Что еще мы делаем? Создаем дизайн-проекты. Пожалуйста, с нашей мебелью дизайн-проект. Реставируем мебель. Отлично. Монтируем мебель. Приводим сопутствующие товары и отделку. Это все тоже влияет на выбор. В комплексе заказать выгоднее и удобнее. Но здесь мы не расписываем это детально, потому что если бы это было детально расписано, это было бы отдельной компанией и отдельной услугой. Это все идет в нагрузочку. Но нагрузочку тоже лучше показать и знать. Дальше. Награды и статус. То, что многие хотят опубликовать, что вот мы работаем с теми-то, с теми-то клиентами, у нас вот такие-то награды. Пожалуйста. Более кратко и более сдержанно. Работаем на рынке с 2013 года. Успешно реализовали 98 проекта в 10 за рубежом. Все четко и понятно. Дальше. Очень интересная часть. Команда. Многим интересно, как работает команда, потому что люди, которые работают, это в принципе те люди, с которыми придется общаться. Вот, пожалуйста, здесь идет описание. Описание команды должно быть тоже четкое и продающее. В компании работают 9 человек. Менеджеры, сборщики, экспедиторы. Наши сотрудники регулярно стажируются в Милане, Париже и Москве. Ага, опытные товарищи. Кажется нам. Сборщики, специалисты с золотыми руками, 15-летним опытом, работают с дорогой мебелью. Собирают кухню без зазоров и щелей. Видите, идет сразу же закрытие боли. Что обычно все дизайнеры понимают, что от сборщиков очень много зависит. Здесь мы закрываем это возражение. Устанавливают по уровню, если не подходят по размеру, по вине фабрики или строителей, найдут выход с подрезкой или доработкой конструкции. Вот здесь дизайнеры все уже будут ваши, потому что, ну опять же, если это будет доказано, если вы знаете об этом, если об этом хотя бы говорите, то уже велика вероятность, что действительно там будет и так, ну или хотя бы вы понимаете, к чему стремиться. Это можно обсудить и там чуть ли не в договоре подписать. Пожалуйста, здесь у вас заявление такое. Наши обмерщики, еще и технологи, укажут строительно допустимые монтажные зазоры, проверят, что не забыли вывести электрику, подвести канализацию в воду, учтут возможные заносы мебели существующие проемы. Тоже посмотрите, какая забота. Вот эта команда, это очень полезная часть для дизайнеров, которые хотят заказать у производителей и поставщиков и быть уверены, что они выполнят заказ. Вот именно вот эти вот слова, вот это описание дает понимание, что заказ будет выполнен. Это очень-очень важно. Опять же, здесь нет никаких доказательств, но хотя бы люди об этом думают, и это очень хорошо. И все описания здесь, которые даны, это по сути закрытие основных возражений, основных болей дизайнеров. Мы их знаем. У нас, напомню, есть пять типов дизайнеров, которые вообще существуют. И у каждого из этих типов есть свои страхи, возражения, боли и проблемы. У новичков это одно, у экспертов, у профессионалов это совершенно другое. Но здесь закрываются основные боли и возражения. Дальше. Это еще не все. Делаем более глубоко. Если строители повредили дорогой предмет, мы пригласим реставраторов. Реставраторы знают, что проблемы бывают и как их правильно решать. Наши грузчики профессионально общаются с мебелью, не царапают и не отбивают углы при подъеме в квартиру. Здесь мы закрываем вопрос. А что, если я сейчас сам найму каких-нибудь ребят, и они мне за бутылку просто донесут этот шкаф? Нет, не надо. Вот можете поцарапать углы и при подъеме в квартиру. Это тоже возможно. Мы разбираемся в трендах интерьерного дизайна и новинках производства. В офисах всегда есть каталоги, образцы продукции. Наши менеджеры посещают все важные выставки. В общем, приезжайте к нам, смотрите, что у нас есть. Дальше идет рабочий процесс. Рабочий процесс – это тоже очень важный формат и очень важное описание. Почему? Потому что он показывает, как сценарий, по сути, как вы будете работать с точки зрения клиента. Не как вы внутри у себя работаете, а как это видит клиент. К нам приходит дизайнер с готовым проектом или наброском. Умеем работать так, чтобы дизайнеру и клиенту было удобно. Можем подобрать мебель по фотографии из журнала или устному описанию стиля. Просто расскажите, что вы хотите, и мы сделаем и подберем. Мы не просто продаем диваны и кресла, но и думаем, как они будут сочетаться. Это тоже очень важная часть. Это подойдет для дизайнеров-эскизников, кто рисует просто концепцию, приносит и хочет, чтобы там на той стороне поставщика помогли скомплектовать. Так вам легче заказать закончен сформированный интерьер. Наверное, еще даже и с какими-то дополнительными аксессуарами, что тоже полезно. В штате Палаццо есть дизайнер и архитектор, поэтому сможем доработать вашу идею. Это опять отсылка к концепт-дизайнеру. С нами вы не предложите люстру за 300 тысяч, просто потому, что такая модель оказалась визуализатором. Это тоже одна из проблем, когда визуализатор нарисовал какую-то люстру, взял из моделей с стока и потом разместил, и потом клиент бегает и ищет эту люстру, а на самом деле она очень дорогая. Поэтому очень важно, чтобы в реальности были все предметы, которые мы заказываем на визуализации, они были такие же, как и в жизни. Здесь тоже этот вопрос снимается. То есть видно, насколько детально люди знают потребности клиентов и потребности дизайнеров. Опять же, откуда они знают? Потому что все это сделано на основе исследований, на основе того материала, то, что мы даем в курсе по каждому типу дизайнеров. Поэтому каждый, по сути, здесь абзац, он закрывает определенную боль, либо проблему каждого дизайнера, основываясь на той области, в которой специалисты данной компании. То есть если вы будете предлагать паркет, либо будете предлагать какие-нибудь металл конструкции, либо изделия из металла, здесь, естественно, будут другие примеры, но принцип останется точно такой же. Если проект готов, и вы уже подобрали мебель по артикулу, мы быстро посчитаем смету. Если вам нужно такое же кресло, как у минитого бренда, видите, мы вот этими «если» мы даем сценарии работы, вот что может вам потребоваться, и что мы для этого делаем. Мы знаем, что вам потребуется, и мы знаем, как это решить. Компания присылает нам образцы, ткани дерева, поэтому у нас есть у офиса. Обсуждение бюджета и пожелания в личном разговоре в офисе или по телефону. Если заказчику трудно выбрать, по каталогу можно потрогать вживую вещь, можно на фабрике организовать. Поэтому приходите, приезжайте, вот как мы работаем. Как лучше работать? Собирайте идеи и создавайте дизайн-проект, приезжайте в офис, отправим расчет на почту в течение трех дней. В нем не будет артикулов и названий, но будут фотографии и цены. Здесь идет предупреждение о том, что не ждите нашу смету, чтобы вы по ней сами заказывали. Если вы заказываете у нас, то заказывайте у нас, но при этом вы можете посмотреть по картинкам. Пожалуйста. Тонкости. Здесь идут предупреждения, на что стоит обратить внимание. Средний срок поставки два месяца, поэтому завтра купить нельзя. Не вся мебель одинакового качества, то есть нужно очень внимательно выбирать фабрики и компании. И не экономьте на сборе мебели. Здесь это три самые главные фактора, которые не учитывают дизайнеры и клиенты при заказе. Ребята это знают и это указывает. Контроль качества. Всегда всех волнует, как производится, как контролируется. И гарантия. Гарантия на весь товар один год. Обязательно проверяем все товары до и после отгрузки, если наступает гарантийный случай. Что произойдет, тоже всегда описывайте, что будет происходить после того, как возникнет гарантийный случай. Потому что человеку всегда это интересно, и он очень будет доволен, если вы позаботитесь о нем заранее. Не отправляйте закон читать, а просто скажите, что конкретно придет. Приедет менеджер и все решит. Если это так. Ограничения. У нас нет минимального объема. Привезем то, что надо. Большинство клиентов хотят оказаться конфиденциальным, поэтому мы не можем показывать их имена на сайте. Ну да, это описание того, почему мы не можем картинки и фотки некоторые показывать, но можем показать в личном общении, поэтому приезжайте. Условия работы с дизайнерами и архитекторами. Пожалуйста, по агентскому договору гарантируем выполненное вознаграждение в момент оплаты клиентам заказа. Все четко и понятно. Скорее всего, есть агентский договор. И последнее, это скидки. У нас не бывает сезонных скидок, не играем ценами. Для наших клиентов мы берем товар у производителя по минимальной цене уже и расходы на доставку Поэтому все четко, прозрачно, понятно. Твердая и уверена компания. Такое ощущение создается, прочитав данную карточку компании. Ну что же, я думаю, описание материала и видео, которое я сейчас показал, было очень вам полезно. Составляйте материалы самостоятельно. Если вам нужна подробная информация, приходите к нам на курс. Я вот дам вам эту методичку. Если хотите, чтобы мы в нашей компании, либо я лично работал с вами и составил такую подобную карточку компании, либо о ваших продуктах и товарах для вас, то пишите нам. Под этим видео будет специальное предложение. Приходите. Я за то, чтобы все описания компаний и товаров, и все компании с дизайнерами работали и говорили на одном языке. Для этого мы должны немножечко подготовиться и немножечко давать информацию не как нам кажется, как нам хочется, а как это важно и удобно для дизайнеров. Если вы хотите создать подобный материал, приходите, и я помогу вам это сделать.